Ииии всем привет мои дорогие друзья Сэпт с вами снова на связи и мы продолжаем проходить меч Магви 10 как же может быть иначе как же можно забыть про нашу великолепную легаси и так ребятки напомню нашу ситуацию сейчас мы уже находимся как видите во втором акте акт 1 завершён соответственно вас уже должны будут начислиться ваши первочки в юплей которые можете потратить на эти четыре замечательных предмета соответственно да уже можно будет начинать их носить так будет наиболее честно как по мне так что одеваем посла грома для салента для стуховая шлем крака хака но что касается вот этот топор и вот это неразрушимый средней брони то это пожалуй одевать не будут раз тогда эти предметы на продажу другой же стороны вы можете конечно оставить этот предмет на потом потому что я не обязательно буду раскачивать среднюю броню все почему потому что у него будущее появится самая вампирическая броня я думаю сами понимаете что это может значить ну и получается то что раз не будет раскачана средняя броня уже хотя бы до уровня сантака то может будет начинать носить неразрушимую броню и таким образом она хотя бы раскачает и чем будет раскачать не реликвия тем она будет соответственно дороже поэтому да я пожал что этот предмет то продавать пока не буду так а что касается всего остального я уже вроде бы все остальные вещи распределял еще в прошлой серии так что они у нас пока останутся. Ну и теперь все, давайте отправляться в кузницу стихий. Итак, ребятки, как-то так у нас выглядит эта кузница стихий. Находимся мы на самом высоком уровне, на четвертом. И как видите, у нас тут наблюдается такой вот интересный тропический ландшафт. Такие вот пальмы везде, я не знаю, ну весьма такое колоритное место так смотрится. Опять же, видимо, здесь еще символ Шантири. Тут что-то еще горит. Так, и по-прежнему с нами разговаривает лев. Ну вот мы на месте, кузница стихий. Не следа эльфов, которых я видел раньше. Ну, видимо, успели вскрыться. Будьте внимательны, они все еще могут быть внутри. Все в порядке? Вы побледнели? А, понятно, первый полет, да? Я подожду вас здесь, позабочившись о грифонах. Скажите, когда соберетесь возвращаться в порт Мирон? Ну, на самом деле, вернемся мы к этому льву совсем скоро. Кстати, после полета на грифонах персонажи начнут уже что-то интересное говорить. Да-да-да, кстати говоря, вот ожидал то, что бюджет сейчас скажет эту фразу. То, что вот почему дворфы не ездят на грифонах во время боя. То есть, как вы понимаете, это какая-то отсылка на игры серии Варкрафт. Потому что там-то дворфы как раз на грифонах и разъезжали. И молотками-то сами кидались. Так, ну ладно. На самом деле, на этом этаже особо ничего интересного не будет. Вы, конечно, можете тут походить, посмотреть что-то вообще есть. У нас тут будут находиться некоторые горящие знаки, которые олицетворят какую-то стихию. Например, вот вода, там огонь. Это у нас земля, воздух. И, как ни странно, есть тут еще у нас еще две стихии. Это у нас свет и тьма. Непонятно, правда, почему они считаются стихиями, учитывая, что это как бы не совсем так. Не помогу, конечно, понять то, что вот есть огонь, вода, воздух, земля. Вот эти две что-то делается, что не совсем понятно. Ну ладно, давайте, во всяком случае, забираться сюда, в этот телепорт. И начнем уже это место следовать. И, соответственно, будем сражаться с эльфами, как могли понять. Эх, ну это новость обязательно, брата, двух моих знакомых, как минимум. Потому что они-то эльфов не любят. Ту же сам бежу, например, то я думаю, вот эта локация точно понравится. Ну и спрашивается, каких эльфов мы здесь увидим. На самом деле, они будут не совсем простые. Они у нас будут темные. Да, вот такие ребята, ассасины. Кстати, от пугов они валят вообще как нефиг делать. Лжет, как видите, одного меньше подъеда здоровья. Жалко то, что вот нельзя выбрать какого-то одного персонажа, по какого-то стрелять. Ну, такая черта, на самом деле, была еще и в других частях меча и магии, как вы помните. Как видите, вот от одного уже ассасина мы избавились. В другом давайте так вот выстрелим. Да, кстати, что касаться еще этих ребят, у них есть такая способность, как и Возмездие. То есть так же, как у Авида и Мамуши. Соответственно, когда вы будете по ним бить, они будут вам бить еще ответом удара. Ну, на удивление просто с ними справился. Обычно всегда у меня возникали с ними какие-то проблемы. Небольшие. Так, и это заметил мне тут наблюдаться один такой очень приятный баг. В общем, дело в том, когда вы проходите какой-то бой, у вас по-прежнему может еще играть боевая музыка. И если вы зайдете еще в следующий, тогда эта музыка будет еще накладываться. Мне этот баг, наверное, бесит больше всего. Я не знаю, почему его до сих пор не исправили. Ну, в общем, что мне сейчас придется делать, это просто сохраниться и затем выйти из игры и зайти снова. Как-то так. Ну, ладно. Вроде бы мы совсем недавно начали серию, так что это будет не такая же большая проблема. В общем, пока что я от вас отключаюсь, скоро вернусь. Итак, ребята, я снова с вами. Мы продолжаем проходить кузницу стихий. Обычный перезаход в игру решил этот баг. Так, и стал мне только сделать хорошую гайковку на меня. Тут нападает снова. Могу вам, конечно, продемонстрировать эту замечательную особенность того бага. То, что будет мне играть сразу две боевые музычки. Ну, ладно. И, кстати говоря, мы здесь встретим все одного противника. Это вот такие вот дамочки. Зовутся они у нас Ловчие. И, как ни странно, это у нас Ловчие-то в мужском роде. Ну, как бы претензия не слишком большая, но неплохо будут называть ее, скажем, Ловчие. Мне, кстати, эти противники кажутся довольно-таки странными. Уж больно молодые эти девочки, на самом деле. А уже... Уже их пускают в бой. Ну, ладно. Могу понять еще Ассасинов. Они уже... По ней так выглядят. Как воины такие. Ну, вернее, хотя бы как убийцы наемные. Чтобы уж оправдывали свое название. Так, теперь давайте наложим на себя вот броню. Добьем вот эту дамку. И, кстати говоря, вот что касается этих Ассасинов еще, раз у них есть такая способность, как Возмездие, то лучше всего любить таких противников подходит им на Варвар. Потому что он наносит больше дамага. И, к тому же, если Ассасин отвечает, то максимум только вот одной атакой ему. И все. А вот танцующим с пленками его бить далеко не обязательно. Нежелательно, я бы даже сказал. Ассис на самом себе не такие уж и сильно, потому что у них атаки, как видите, всего две. То есть, так же, как у волков, по-моему, их даже еще больше. Блин, что-то постоянно блочится. Ну, ладно. По идее, если у них остается слишком мало здоровья, то танцующий с пленками может спокойно добивать. Ладно, пойдемте дальше. Где-то рядом должна быть находиться книжечка. Так, мифы создания. Книжечка называется. Давайте-ка, сейчас мы ее зачитаем. Ну, вернее, пролистаем, как обычно. Видимо, здесь изображение Сары Сыльции по всему. Какая-то сфера. Так, ладно, продолжим. Я-то смотрю, сухо не самая приятная ситуация по здоровью наблюдается. Так, давайте-ка, сейчас мы подлечим. И, скорее всего, я пока что только вот этот уровень пройду, потому что, ну, я думаю, видите, какая мне тут ситуация по инвентарю. Мне очень приятно глаза, когда тут все забито всяким бесполезным хламом на продажу. К тому же у нас здесь будет еще больше таких вещей. Кстати говоря, нашел более хороший арбалет. Не знаю, есть ли такой у Салента. Не, у Салента похуже, так что этот мы сразу задеваем. Ну и, по идее, все. У всех уже более хорошее стрелковое оружие. Мне может не радовать. Так, ну ладно, пойдете вперед. По идее, после открытия этого сундука добавляется вот этот золотой ключ. И затем появляется еще несколько противников. И, как я мог заметить еще, появилась у меня тут какая-то фигня. То, что вот уже занести действующие от битярии, теперь можно будет вернуться к Исаду и доложить им об этом. Так, вот опять к нам подходит это я Саське. К сожалению, это добить не получилось. Так, суп, молодец. Нярука, давай-ка жди. Ты у нас будешь заниматься вот этой ловчей. Блин, никогда, если честно, мне не нравятся эти персонажи. Выглядит вот, не знаю, как настоящий ТТХ, честное слово. Так, это отталкиваем. Чтобы Нярука по нему выстрелила. Блин, вот тут даже ассасин оказывается у нас любит танцевать диско. Офигеть. Чуть и не каждый тут такая способность обладает. Ну что ж, теперь мы хотя бы знаем то, что особенность у него тут не одна, на самом деле их целых две. Должно быть. Так, ну все, с этим мы разобрались. Теперь давайте-ка поделиться вот сюда вот. Потому что золотой ключик мы сможем использовать именно вот здесь вот. И скоро вы увидите, почему эта кузница стихий именно так и называется. Почему она с таким необычным названием. Так, ну давайте-ка, прежде чем откроем эту дверь, наложим на себя духовную броню и затем щит в ветра. Потому что да, вот здесь у нас появляется парочка ассасик, а сзади нас еще две ловчих. Не самая приятная ситуация, но вполне решаемая. То есть да, пока я по-нову ловче буду стрелять и промахиваться, можно будет спокойненько заниматься вот этими ассасинами. Так, уже снялась у меня броня. Агона ожидал, что раз я бью ассасинов своим танцучим шлинками. Так, бежу, я добила. Ой, добила. Господи, мне уже сюда времени нет проблемы. Так. Ну и почему-то я теперь не могу сходить назад, хотя я вроде бы последнего противника здесь добил. Мне тут уже больше никто не окружает. Ну ладно, давайте постреляем еще. И наложим на себя щит ветра еще. Кстати, у этих ловчих есть еще такая особенность, как ослабляющий удар. Соответственно, когда они будут крестовать, то они могут вашего персонажа ослабить. Ну не обязательно, даже во время креста, даже если им просто повезет. Но при крите этот шанс равен 100%. Как видите. Ну или увидеть на долю секунды. Ладно. Так, салим-то мы, значит, лечь ему с помощью зелья. Затем Сухов не промахнулся. Молодец. Сломал броню. Затем, получится ли ей сломать? Да. Получилось. Они, по-моему, вот эти обычно не блочатся. Что, несомненно, радует. Вот и более сильно разновидуются, которые нам тут еще повстречаются. Вот они уже умеют блочиться. Это я припоминаю. Так, и на самом деле здесь желательно отдохнуть. Потому что вот уже увидел то, что нярок у меня слабо. С кем мне придется сейчас сражаться? Я думаю, вы уже догадались. Особенно, если кто играл в эту игру. Конечно, с этими далеко сто... Точнее, сражаться далеко не обязательно. Но я все-таки с ними сражусь. Это у нас элементали света. Да. Какая же это будет кусница стихий без элементалей. Именно так она оправдывается в названии. Ну, я бы даже сказал, что элементалей тут не так много. Обычно по два на каждую стихийную зону максимум. Потому что в земной зоне там будет только один. Как я помню. Так, ну и давайте-ка, я не знаю, что мы сейчас делаем. Наверное-ка, наложим сейчас защиту от магии. Хорошо, что она у меня есть. Зачем? Духовная броня. Мы будем как-то так с ними разбираться. Больше я себя никак защитить, к сожалению, не смогу. Все-таки защиту от света не брал. Ну, вот эти элементы или света, они противники так себе, конечно. А вот с другой стороны нас будут поджидать уже воздушные. Вот с этими ребятами реально шутки будут плохи. И пока что с ними сражаться не буду. Они могут достать себе после себя не очень приятное впечатление. Потому что парочка цепей молнии и все, от вашей партии ничего не остается. Вся команда превращается, считайте, в черепушки. Ребят, считайте, я вас предупредил. Мы к ним пока что не пойдем. И долго времени будем ходить. Так, ну хорошо, что мне хотя бы сломалось оружие. В подву-то уж смогло ломаться. И, кстати, непонятно, как эти элементы могут блочиться. Учитывая то, что у них вообще нет ничего. Чем можно было бы защититься. Так, ну и раз элементаль свет остался один, то можно будет уже духовную броню ставить только через раунд. Ну и все, ребят, как видите, бой-то не совсем уж сложный. Ну, к тому же еще отражаю эти заклинания. Ну и все, что эти элементы умеют делать, так это своими гусками света настыковать и все. Никаких других заклинаний они не используют. И, как ни странно, вот эти вот обычные элементы или свет, они встретятся там только единственно раз за игру. То есть вот здесь и... Потом у нас встретятся единственное, что вот более сильные разновидности. Ну, это будет очень скоро, ребятки. Очень скоро. Так, ну и все, с этим этажом и закончили. Как уже сказал, на следующем пойдем уже чуток попозже, как только уже распродадим своими вещами. Потому что, да, вот у нас уже почти все забито. Единственное, только вот шесть лотов остается. С элементами воздуха обыдраться будем все равно не скоро. Так что давайте отсюда уходить. Кстати, знаете, вот это место мне чем-то еще вот напоминает кузницу Гарика из шестой мечи магии. Там тоже все-таки были вот какие-то элементы, которые изобретают оружие. Вернее, даже огненные. Только там они и были. Ну, все равно. Что-то похуже и есть. Так, ну теперь давайте-ка отправляться обратно в замок Порт Мирон. Все, взлетаем. Там уже можно будет и скоро забафаться. И потом уже такие более сильно мы пойдем эту кузницу следовать дальше. Я бы не сказал, что это место такое длинное. Я думаю, вы и сами прекрасно видели, как быстро мы прошли первый этаж. Ну, относительно быстро, разумеется. Если бы я ничего не говорил, у нас получилось бы еще быстрее. Так-то вам, конечно, придется еще что-то объяснять. Ну, по идее, за одну серию мы эту кузницу точно пройдем, так что не волнуйтесь. Не знаю, наверное, следующий момент и ускори, как я тут забафаюсь и распродался ненужными вещичками. Потом уже продолжим. Хотя, с другой стороны, наверное, при вас еще стоит зачитать одно письмецо, которое нам выпало с разбойников предыдущей серии. Я как-то забыл это сделать, если честно. Так что, да, сейчас у нас локация прогрузилась, могу вам это продемонстрировать. Прям здесь это можно зачитать. Элегантный почерк говорит о том, что автор письма получил хорошее образование. Подписи нет. Авин, до меня дошли слухи, что в Сарпигале объявились какие-то герои, которые суют на сыне свое дело. Наше убежище в тенистых лесах раскрыто. Ну, обязательно надо было обидом написать то, что где это убежище находится. Вообще офигеть. Нам нужно поменять планы и незамедлительно нанести удар по Порт Мирону, пока Морган этот имперский прихват тянет и не понял, с кем он имеет дело. Но с этими пронырами мы разберемся позже. Ну, очень приятное конечное известие. Нас к тому же еще пронырами называют. Сущими нос на свое дело. Ну, отладеев, но от его ожидалось, что будут нас всякими нехорошими словами называть. Так, ладно, сейчас мы здесь восстановимся. Но остальную часть я буду уже ускорять. Так что поехали. Так, ну все, вот мы уже рядом с замком Порт Мирон. Заходим. Я даже купаться не стал, потому что я думал, что мне двух единиц вполне хватит на оставшиеся два уровня. Уже проспойлерил сколько там вообще будет. Ну, ладно, давайте обратимся снова к нашему льву и отправимся в новую кузницу стихий. Уже более подготовленные. У меня, кстати говоря, произошли некоторые изменения по части инвентаря. Я там сделал более организованным, скажем так. Потом еще увидите, что я имею в виду. Так, мы снова в кузнице стихий. И посмотрите на мой обновленный инвентарь. Как видите, в этом ряду решил пометить синие зелья. Здесь красные, которые здоровыми не устанавливают. Здесь у нас будут свитки. Затем здесь предметы, которые я пока же продавать не буду. Которые могут мне потом очень пригодиться. Ну, а здесь у нас будут зелья, которые либо восстанавливают вообще здоровые маги полностью. Либо зелья, которые лечат состояние. Ну, пока что у меня есть противоядие, но потом появятся еще два других. Которые лечат слабость и слабоумие. Так, переходим на уже знакомый нам третий этаж. Где уже всех убиваемых противников на данном этапе игры убили. Ну, а на следующем уровне нам встретится кое-что неприятное, пожалуй. Так, давайте посмотрим, не надо ли мне тут что-нибудь еще сделать? Что-нибудь еще уточнить? Ну, вроде ничего больше не происходило. Я думаю, сами заметите, что взял тут баф на час могущества и невероятная удача. Подлечил свой отряд. Так что теперь мы должны будем эту кузницу пройти вообще в лед. Безо всяких проблем. Надеюсь, что пройдет все так же лихо, как и первый уровень. Никогда мне так не зло, если честно. Мне даже первые противники доставляли определенную проблему. Так, ну ладно, вот я уже о чем говорил. То, что встретить нам тут кое-что более неприятное. Вот это вот опытный ассасина. У которых, насколько я знаю, больше атак и... Ну, пожалуй, сам главный их неприятность. Они к тому же еще бьют тимой. Ну, и отвечать на ней довольно-таки неприятно. Так что, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас одного толкнем. Затем... Цеха будет так. Бежевая. Пожалуйста, поставить даже... Духовную броню. Что-то забыла наложить. Ну, а Нярка, она будет у нас ждать. Ебанифиг. Блин, почему она... Почему тут постоянно блоки ставит? Гадина такая. Наверное, все-таки... Ладно, давайте ждать все-таки. Думаю, так будет лучше. Так, все. Блоков мне больше не осталось. Затем этого мы отталкиваем. Нярка вообще стрелу добила. Упор. Отлично просто. Вот это мы будем расстреливать. Потому что, как мы все знаем, издалека эти ассасины расстрелятся. Вообще, как нифиг делать. Так. Насколько мог понять, у него блоков всего два. Подождем. Так, специально-то все, броня снято. Ага, все-таки три блока. Окей. Ладно. Да, конечно, получил этот от него. Ну, давайте, что ли, регенчик поставим. Четыре блока. Окей. Ну все, теперь мы уже точно его добили. К тому же, как я смог понять, повысился уровень какой-то реликвии. И это оказался позагрома. Ну что ж, теперь у нас появился урон воздуха. Как-то радует. Ребят, на самом деле я знаю, что здесь у нас будет секрет. Но пока что открывать его не буду. Потому что бафа у нас не бесконечная. Так что придется как-то наиболее эффективных тратить. То есть, сначала сразился со всеми противниками. Это подземелье. Потом уже будем собирать различные сокровища. Как-то так. Так, ну тут уже, как видите, толпа темных эльфов просто. Сначала у нас идут обычные ассасины. Потом уже ловчие. Так, вот сейчас, я думаю, стоит наложить на себя щит ветра. Потому что я знаю, что вот эти девки, понимаете, стрелять будут. Так, вот это мы тоже расстреливаем. По крайней мере, стараемся это сделать. Так, поставил блок. Промахнулся. Отлично. Так, теперь ставим в духовную броню, пожалуй. Так, затем вот этих мы травим. Они на особо проблем все равно доставлять не будут. Ну ладно, тут у нас вроде бы как опытных ассасинов даже нет. Так. Ага, все, блок у нас нет. Отлично. Затем добиваем. Я рука, она, кстати говоря, хорошо подходит даже для снятия блоков. Так что, возможно, именно ее стоит сначала использовать, потом уже сухом бить. Так. Отлично. С этим мы расправились. Ну и, раз ассасинов больше не осталось, то можно будет уже спокойненько так волочек тут убивать. Вот и все. Так, ну здесь, как могли понять, уже будет огненная зона. И, кстати, говорят, нам говорят, что можно будет открыть дверь, но, к сожалению, у нас нет подходящего ключа, чтобы ее отпереть. Для того, чтобы их открыть, нам понадобятся кое-какие кристаллы магические, которые называются осколки стихий. Ну, что-то будут осколки уже совсем скоро узнаете. Пока что, давайте-ка откроем эту дверь. Подлечимся, наверное, по магии. Потому что я прекрасно знаю, что меня тут будет поджидать. Наверное, вы сами догадались, учитывая то, что ты поставил вот щит воздуха или щит ветра. Да, слабость на бежевую, это, конечно, очень обидно. Учитывая то, что она мне атакующий маг, по сути. Так, и сзади меня тут должны будут подходить ассасины понемножечку, ладно. И мы займемся как-нибудь чуть позже. Пока что давайте приниматься за ловчих. Так, обижевать, к сожалению, не добивает. Бывает. Да-да-да, я знаю то, что сзади меня есть противники, но они все равно промахиваются, так что не беда. Так, ассасин пока что один, окей. Знаю то, что ко мне там подходит еще два опыта, потому что выглядит они уже достаточно круто бы сказал. Так, добили. Затем поставим к себе камни-кожу, наверное. Ну а нярки снимают ему блоки. И броню, соответственно, тоже. Так, вот уже появились, да, вот опытные ребята. Их мы всех постараемся отравить, хотя яд на них порой не срабатывает. Затем одного надо бы сейчас оттолкнуть, чтобы не мешался. И суков у нас бьет вот этого, вот эту гадину. Но, к сожалению, нярку добить не получилось, но вот он так уже от яда подыхает. Так, затем вот это мы отталкиваем. На тебя нафиг. Так, ну сукову, разумеется, там получится ему броню снять. Чуть-чуть от того, что... Это гадина блочится умеет. Так, ну сейчас уже получилось. Хорошо. Затем бежим мы сейчас по магии. Так, и удастся мне его добить няркой. Чуть мне так не кажется, но... Он хотя бы умрет от яда. Или нет. Ладно. Не важно. Умрет от салента. Так. О, хорошо. Про ним сняли ему. Так, к сожалению, у меня тут на духовную не хватает единиц магии. Ну, давайте, что ли, вот... Сейчас мы сделаем следующее. Сначала протакуем вот слуховому нярку, и затем можно будет подлечиться. Аль, погодите. Регенерация у нас еще дороже стоит. Ну, вообще отличное решение просто. Хорошая работа, сэпт. Ну, ладно, мы, пожалуй, и так с ней поправимся. У меня тут камень кожи есть. И регенерация еще стоит, так что да. Ну, противник там уже последний. Добили. Так, ну, пока все. Сейчас надо будет отправиться уже на следующий этаж. Там уже с лимитой разобраться. У нас баф по-прежнему работают. Работать у нее еще будут очень долго, так что... Все будет замечательно. Вообще, всех остальных можем добить спокойной душой. Да, как вы могли понять, там еще рядом с водяной... Точнее, с огненной зоны находилась еще водяная. Как ни странно, рядом вот находятся две совершенно противоположные стихии. И, кстати говоря, с недавнего инкантера нам выпадут первый осколок, осколок земли. Так что... Скоро попадем уже в первую стихийную зону. Приятное известие. Так, зуба тут, кстати говоря, стоит листый светильчок, а то тут, я бы сказал, очень темно. И, кстати говоря, опять нам встречаются вот эти вот синие фонарики. Не знаю, как точно будет, можно будет назвать вот эти вот столбы. Ну, пускай вот столбы будут. Не будем особо удрить. Так, отдыхаем. Мы таким образом получим еще один баф. И со следующими противниками сражаться будет уже в разы проще. И, кстати говоря, я думаю, смогли понять, что это уже перед нами стоит более крутая, ловчая. Что-то похоже даже на эмо, если честно. Учитывая то, что все такая в розовом и темненьком. Господи. Еще приплясаю тут кого-то. Так, ну ладно. Так, ребят, прошу прощения, что все так получилось. Я сейчас играю с автосохранения. И, не поверите, на самом деле, что произошло. Мне пришлось отложить эту запись аж на следующий день. Да. И все потому, что мне в очередной раз решили отвлечь. Ну, ладно, для вас это, по крайней мере, никакого значения имеет. Потому что на продолжительность ролика это никак не влияет. Серия сейчас как идет, так она и продолжается. А значит, мы продолжаем играть. Ну, играть не тут, на самом деле, осталось еще минуты... Минут 10, наверное, или 12. Так что, ну, постараюсь как-то за этот период времени... ...ложиться уже с этой кузнецей. Давайте уже наконец-то завершим разговор с ТМ-девочкой. Чтобы не месила меня своим внешним видом. Да, ребят, если честно, у меня и сама практика подземелья. Что-то герой подвешивает немного. Что-то просто обидит там фиолетового, темно-синего. Даже мои любимые Минотавры там фиолетовые и мотикоры. Ну, темно-драконы и так уже видели. А вот черно-драконы у них, как ни странно, с оттенками золотого. Да, очень креативно, согласитесь. Так, ну давайте сначала пойдем сюда вот. В эту темную зону. Я надеюсь, вы увидели там то, что была еще земная. Которая нам, казалось бы, сейчас и надо будет идти. Ну, я бы хотел сначала последовать вот эту замечательную комнату. Потому что... Сейчас мы как только сюда зайдем. И нажмем тут одну нажимную плиту. Тогда на нас согреться, ну, кое-какие противники. Понятно, они, по идее, и в следующей комнате. Может быть, они там просто телепортируются. Как-то в большинстве случаев убивают. Я думаю, сами видели, как там появляются ассасины обычно. Просто из оболка тьмы. Да, и, в общем-то, вот они. Два ассасина, плюс еще три вот этих эмо-девочки. Буду их, пожалуй, как-то так вот и называть. Да, очень оригинальное название, конечно. Так. Опа ассасина, кстати говоря, опытных. Мне очень приятно, парни. Ну, ладно, сейчас мы давайте-ка сначала снимем у них броню. Сухов, разумеется, промазывается. Точнее, промахивается, да. Не знаю, ко мне кожа-то булить не сильно полезно. Давайте сначала бежуэс его ударит. Ну, и затем уже, да, живая духовная броня. Так, затем давайте-ка наложим у них брызги яда. На всех работают, отлично. Даже на опытных ассасинов обоих сработало. Так, от одного из Вайли Си сразу получаем, кстати говоря, новый уровень. Не может не радовать. Так, погодите, бежуэс сначала. Давайте-ка мы вкачаем магию света, да. До 13-ти, чтобы уж хотя бы сейчас уже ставила более сильную духовную броню. Дух и магия. Да, это была меч магии, стал уже дух и магии. Так, у меня руку уже появилось целых 10 очков мини, которую пока что некуда вкачивать. Ну, давайте сначала ей вобьем параметры, то есть у силы и восприятие. Чтобы лучше попадало и било. Затем магия воды. Хотя бы до эксперта. Потом будем накачивать его до мастера. То есть очков науков мы экономим. Дальше магия и дух для салента. А, да, погодите. С очков науков у нас тут достаточно какая-то напряженная ситуация, которую пока что вот некуда девать у нас. И затем силу от восприятия, опять же. Как и для нервовки. Так, ну у нас тут единственное, что Салит не подходил. Точнее, не походил. Так что давайте хотя бы маковать ударим. Хорошо, что когда ваши персонажи бьют магическими атаками, тогда на них не отвечают. То есть это с ферми, например, или с жезлами. Так, затем ты бежевая его добиваешь. Ну и все, у нас тут остаются только лопчие, которые проблем доставляют, слава богу, не так много, как ассасина. Так, ну это естественно отразило более старшей девочке. Так, сразу мне тут спадает в духовном броне. Скорее всего, это от нее все зависит. Так, затем давайте наложим на себя регенерацию. Определенно поможет. Где будем, пожалуй, тратиться на духовную броню? Так, бежу ослабил Салит ослаб. Да, очень неприятность действия. Прям вообще. Взяли и ослабили моих магов. Как же могу теперь жить с этим? Ну нормально, я буду жить с этим. Учитывая, что эти маги, они в силе как-то особо не нуждаются. Так, ну ладно. В эту дверь мы пойдем как-нибудь чуть позже. Потому что она же тут... Баф опять же не бесконечная. Так что имеет смысл сначала тут всех победить, потом уже заниматься сокровищами. Так, ну и стоит нам сюда только зайти, как нас здесь встретит таинственный эльф. Который... Здесь маска, а здесь, как ни странно, маски-то у него и нет. Ну ладно, кто бы это конечно ни был. Говорит он нам следующее. Итак, вы псы Моргана, верно? Вы все не о чем кажетесь. Возможно, я недооценил вас. И предлагается у нас здесь два вопроса. И если выбирать один из них, тогда вы... К сожалению, задать другой не сможете. Так что придется выбрать один. Ну ладно, кто ты? Кто я такой? Как будто это имеет значение. Важно только то, друзья мои, что мы защищаем. Воль. Любовь. Месть. Надежда. Вот кто я такой. Вы думаете, меня интересуют ваши имена? Меня больше интересует, что у вас внутри. Ну, пока я вижу только тщеславие жадность. Тебя прислал король Ваниель? Ваниель? Да, можно и так сказать. Да, король Ваниель. Его воля и его действия послужили толчком для событий, которые сегодня привели меня сюда. Я здесь больше не нужен. Это было забавно. Я с нетерпением жду вашей следующей встречи с вами, герои. Ну, немного не так сказал, конечно, но... Вы, наверное, так уже прочитали без меня. И успели меня поправить, как-то обычно бывает. Так, ну... Как вы понимаете, сейчас нам предстоит встреча с очередным энкаунтером. Все-таки... От этого сладочка определенно можно ждать только ловушки. Так что ставим на себя духовную броню и камню и кожу. И сейчас нам предстоит иметь дело сразу с четырьмя ассасинами. К сожалению, здесь нет никакого тыника, за которым можно было бы спрятаться, как в случае с тремя кенси. Так что придется, скажем, сюда вот идти. Мне очень хочется стоять на месте и сразу с четырьмя сейчас дело иметь. А сейчас будем хотя бы с двумя сражаться. Так, сразу снимаем у нее тут броню. Ставим новую. Затем бежевая отравит вот этих. Этого бьем. Добиваем. И, пожалуй, что новая броня мне опять же не помешает. Так, давайте теперь пробьем его броню. Так, санит новую ставит. И, наверное, сейчас имеет смысл уже поставить регенерацию бежевой. Так, ну все, Сухов наконец-то его добил уже. Молодец. Блин, опять промахивается. Просто классика. Так, добиваем. Затем Сухов постарается, по крайней мере, пробить броню. Надеюсь на то, что он тут блок не поставит. Ну, блин, Сухов зато промахнулся. Естественно. Так, ну, не знаю, ставят ли сейчас духовную броню. Давайте поставим. Мне сейчас, скорее всего, при следующем бою придется отдыхать. Так, ну и все. Вот мы всех тут ее добили. И теперь, собственно, остается так это только идти в следующую зону. Земную. И это будет наша последняя секция, пожалуй, в подземелье. Потому что будем совершать обход этого подземелья после каких-то сокровищ. Как-то так. Так, ну, мне магия в этом бою особо не понадобится. Можем, конечно, наложить на себя камняков, что уж самое. И да, нам сейчас придется иметь дело с этим элементалем земли. Пожалуй, вообще самые жалкие элементали в этой игре. Хотя выглядят они довольно-таки душающе. Шестогеров, они были гораздо крутые. Потому что регенерация все-таки спасала. Да и большое количество КП. А здесь они этим как-то уже не хвастаются. Ну, по крайней мере, только самая слабая разновидность. А вот более сильные, то у них уже регенерация, да, будет все-таки посильнее. И ее уже имеет смысл снимать к помощи закинания чистка. Ну, ладно, сейчас нам предстоит иметь дело уже с боссом вот этих элементалей. И, кстати говоря, как ни странно, когда открыл вот эту дверь, то у меня скалок земли как-то не пропал. Не знаю, если честно, чем что с этим связано. Ну, возможно, пригодится он еще для другой. Который будет где-то здесь находиться. И, насколько я знаю, ее открыть, по идее, можно будет только после сражения с боссом. Ну, возможно, не так. Я точно не знаю. Ладно, сейчас мы отдыхаем. И что мы сейчас будем делать? Какие баф накладываю? Ну, во-первых, камни кожу и духовную броню. Затем решительность. Потому что эта гадина может нас окаменять. Дальше, ну да, доспехи бога мне стоят. Больше мне тут ничего не понадобится от безживой. Что же касается соли, то, возможно, наложим тут защиту от магии. Потому что защиты от земли у меня никакой нет. Ну, и, пожалуй, все. Ладно, играть нам все равно осталось не так много. Где-то уже минут 9 прошло. Так что сейчас он сразился с этим боссом. Пошел, что на этом серии-то и закончим. И, ребятки, это у нас Гралкар. Персонаж из предыдущей части мечей магии. Гралкар жестокий. Был у нас мечи магии 2. Там мы сражались. Пускай это был противник далеко не обязательный. Здесь уже с ним придется сразиться. Хотя бы за то, что вот... Какого благосояния мы от него потом получим. Но 8 мечи магии нам пришлось его уже освобождать. Из плена других элементалей. И я так полагаю, что в одной из следующих частей нам его снова придется спасать. Если делать какую-то аналогию. Ну и раз это у нас элементарь земляной, то да. Он получает у нас больше урона от воздуха. Так, возможно стоит сейчас обновить опять-таки духовную броню. Потому что бьет довольно-таки сильно. Особенно критом. Может даже кого-нибудь убить. Так, и... Что у меня тут пропало? Пропала ко мне кожа у меня. Да, бежа тут конечно потратит по магии. Так, критует. И суха без сознания, да. Доставил ожидать. Так что Саленд уже его подлечит. Затем бежа ставит очередную духовную броню. И надеюсь ей хватит магии на то, чтобы переналожить решительность. Так, ну ладно. Сухов у нас себя провоцирует. Пьем. И это как видите, у него тут уже меньше половины хп. Вот вообще совершенно кодышный, как по мне. Даже тот жарен был. Куда были крутым, по-моему. Ну возможно это немного не так. Возможно вы со мной не согласитесь. Так, ну ладно. Давайте сейчас мы бежу на всякий случай подзарядим по магии. Потому что мало ли вдруг сухой. Сейчас ударят его придется подлечить. Ну может быть и нет. Вот мы так вот и добили. Их там уже у нас повысился в уровне посоха грома. Герои отважно сражались. И хотя ему не удалось победить Граукора, каменный исполит признала храбрость. Ну да, возможно вот эти стихийные лорды, они гораздо более сильны, чем нам кажется. И то, что мы встречали мечи магии, ну его опять-таки не удалось там полностью победить. И он каждый раз будет возрождаться. Я побежден. Уже очень давно смертным не удавалось победить Граукора, честно, в бою. Вы достойны благословения Селанны. Но вот о чем он говорил, даст нам сейчас свое благословение. И что это благословение нам даст, оно позволит нам ходить по лесам будущее. Так, кто или что вы такое? Вы оглохли? Я играл крыжистойки, появитель земли. Те, кто жил здесь, куда больше уважали алтари и по крайней мере старались запоминать имена. Так, этот бой всего лишь испытание. Испытание? Существует, дает гортанный звук, от которого с алмаза срываются камни. Непонятно только из какого. Ну, возможно, который, скажем, находится где-то слева. Вы понимаете, что это смех. Нет, я бы сокрушил вас. Но вы вернули осколок и заговорили со мной смело и решительно. Богиня земли была довольна. Поэтому сегодня я вас не убью, несмотря на отсутствие манер. Так, ну и, пожалуй, последний вопрос, для чего нужно это место? Если вы зададите этот вопрос сразу же, то он вам сразу же даст свое задание. Дети забыли слишком много и слишком быстро. Это кузница источника. Одна из четырех кузниц, созданных народом гораздо древнее вашего. То есть, видимо, Шантири. Учитывая то, что там была его символика. Они приковывали себя в героев, обращаясь за благословением к драконам. Но уже много веков никто не приходит к алтарям. С тех пор, как дети света и тьмы начали войну. А города Шантири обратились в прах. Ну, именно из-за этой войны империя Шантири-то в прах обратилась из-за того, что ангелы безликие, они тут между собой войну устроили. Ну и теперь давайте-ка возьмем от него задание кузницы героев. Да, лучшие дети сквернили алтарь Силаны, надеясь вызвать гнев земли. Вы восстановили алтарь, прежде чем был нанесен ущерб. Награду Силана благословляет вас ходить по ее священным лесам. Может быть, вы пойдете по следам Шантири и перекутите себя в героев, получив благословение других драконов. То есть, да, на по игре придете искать и другие осколки, причем некоторые из них даже обязательно. То есть, то же самое хождение по горам и хождение по воде. Ну, а все остальные это уже на ваше усмотрение. Я, пожалуй, буду их собирать, потому что, да, мы все-таки собираемся выполнять это задание. Всех, которые здесь, кузницы стихий, но их осколки давно украдено, растено по ветру. Если вы хотите обратиться к древним путям, ходите в потерянные осколки и принесите сюда. Однако, имейте ввиду, вас ждут и другие испытания. Ну, да, это стало ожидать то, что нам придется сражаться с другими духами стихий. Ну, и учитывая то, что в предыдущих частях нам встречались только вот духи каких-то изначальных стихий. То есть, огня, воды, воздуха, земли. И я прекрасно помню их имена. Да, я надеюсь, вы тоже хотя бы припомнаете. То было бы интересно знать, как же будут звать духов света и тьмы, которых в предыдущих частях-то не было. Так, ну, теперь давайте-ка откроем вот эту бочку. Здесь у нас зеленая жидкость, какой ствол ее ожидать. Защита от земли. И давайте-ка отдадим это не знаю кому. Вроде бы как у Саня, ты имеешь ввиду защиту, так что давайте-ка отдадим ему. Потому что я уже хотел отдать эту защиту ему даже в одной из предыдущих серий. В итоге решил отдать вот эту отсущие с клинками. Как-то случайно мне это получилось, припутал кавишу. F2 и F3. Так, ну и нам, в общем-то, доставить новые вещи. Очень много вещей с модификаторами на землю. Например, вот булава, которая может отравлять. Это мы даем Сухову. Ну, этому оставим, пожалуй, что на запас. Потому что, ну, я же буду сражаться с боссами, накладывать на них заклинание сна. И да, ребят, Сон работает здесь на боссов. Вы не ослышались. Соответственно, если они будут отравлены, то у них Сон будет сразу сниматься. И мне этого как бы не очень-то и хочется. Так что буду пользоваться тут уже обычной булавой. Да, жалко, конечно, менять потом. Учитывая то, что это булавой куда более высокий урон. Ну да ладно. Так, у нас тут есть еще кое-какие полезные вещи. То есть вот амулет физические силы. То есть защита от слабости. Давайте-ка отдадим это не рука. Определенный поможет. И плюс еще два кольца защиты от земли. Ну, давайте отдадим это нашим магам. Так, еще один амулет. Это у нас с букинжалом. Окей. Это все-таки останется неяруко. Ну, это давайте не знаю кому. Так, это что за амулетик такой? Ага, еще один амулет защита от слабости. Ну, давайте тогда это не знаю. Ну, саленту. Тут, пожалуй, единственное, что остается. Так, затем она всегда увеличит силосложение на одну единицу. Тоже тебе. Затем новый кинжал появился. Ну, давайте заменим. Да. Действительно. Чего бы нет. Так, новый лук появился. Лук Юми. Ну, по идее, такой же у сухого есть. Ну, да. То есть все остальное у нас идет на продажу. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Для вас же это будет и лучше Потому что, ну, в некотором все это так нравится Все, ребятки, всем пока и удачи С вами был Няш колдфакт сэфт И до новых встреч в следующей серии по Мичмаге 10 Всем до скорого!